Мы с вами разобрали виртуальную память и планировщик процессов, за работу которых отвечает ядро операционной системы. Знаем, что если поменять параметр Swapness, можно задать, насколько сильно будет задействован Swap, а это влияет на производительность. Также мы говорили, что ядро отвечает за работу с устройствами посредством драйверов. Возможно, вы знаете, что у различного оборудования, например, процессора, бывают различные режимы работы – энергозаберегающий или режим высокой производительности. Сетевой адаптер может поддерживать различные скорости работы, скажем, 100 Мбит или 1 Гбит, и в зависимости от этого потребляет меньше или больше энергии. Это и многое другое можно настроить посредством изменения параметров ядра, а также специальных утилит. Когда у вас одна система, вы можете это сделать и вручную, но для этого придется изучить немало документации. На работе же у вас может быть множество систем и совсем мало времени на детальную настройку производительности. В большинстве случаев многие и не заботятся о производительности, так как расчет на оборудование изначально берется с запасом. Правда, на высокопроизводительных системах все же нужно менять параметры ядра, иначе можно столкнуться с проблемами с процессами, сетью, памятью и прочим. Но обычно в документации требуемого софта упоминаются необходимые параметры. По ссылке вы можете посмотреть пример, как производитель софта рекомендует рассчитать и выставить определенные параметры. Однако это специфичные настройки для определенной программы. Не для всех программ есть такие детальные рекомендации. Если вы задумываетесь об оптимизации производительности в ваших системах, вам может помочь демон TuneD. Он может быть полезен как для тех, кто совсем не разбирается в этой теме, так и для тех, кто знает что к чему. Если вкратце, TuneD предоставляет готовые профили, в которых указаны нужные для производительности параметры, а также дает возможность создать свои профили. Если вы не разбираетесь в теме, вы можете одной командой повысить производительность в разумных пределах. Если же разбираетесь, то можете настроить свои профили, закинуть их на все сервера и в итоге все это будет управляться демоном и готовым инструментом. Но обо всем по порядку. TuneD обычно предустановлен, но его может и не быть. Если статус показывает, что такого сервиса нет, вам нужно его предварительно установить, запустить и добавить в автозапуск. Основная утилита для работы с TuneD это TuneD ADM. Она очень простая и опций довольно мало. Начнем с опции Лист. Она показывает все профили. Так как мы своего профиля не создавали, нам отображаются шаблонные профили и их описание. Например, Десктоп, оптимизированный под пользовательские компьютеры. Пауэрсейф, оптимизированный под низкое энергопотребление. Многие профили нацелены на высокую производительность сети и процессора при большем потреблении энергии. Узнать текущий профиль можно с помощью опции Active. Как видите, сейчас профилем является Virtual Guest. TuneD при установке пытается выбрать более подходящий профиль. Он определил, что мы устанавливаем систему как виртуалку, поэтому выбрал готовый профиль для виртуальных машин. Также TuneD может порекомендовать один из шаблонных профилей. Поменять его можно с помощью опции Profile, указав нужный профиль. Для примера выберем профиль с низкой задержкой в сети. Но зачастую этого недостаточно. Некоторые изменения требуют перезапуска сервиса или всей системы. Убедимся, что у нас выбран нужный профиль с помощью Active. После чего можно использовать опцию Verify. Она проверит, насколько применился профиль и подскажет, если что-то не так. В нашем случае мы видим, что Verify выдал ошибку. Какие-то текущие параметры отличаются от заданных в профиле. Также нам подсказали, что многие проблемы можно решить перезапуском демона. Но и это нам не помогло. Verify снова жалуется. То есть в нашем случае нужно перезагрузить систему. Проверим. И ошибка осталась. Но снизу есть подсказка, что стоит проверить log файл. И тут видно, что значение параметра vmswapness 35, а должно быть 10. Помните, мы его вручную прописывали в файле? Видимо, сейчас он перебивает значение, задаваемое TuneD. Давайте закомментируем нашу строчку etc.sysktld99.sysktl.conf. После чего переактивируем профиль, чтобы он перезаписал этот параметр. Еще раз проверим Verify. И все как надо. Чтобы в целом выключить TuneD, надо отключить сам сервис с помощью SystemD. Если нужно временно вырубить профиль, то можно использовать опцию Off. А чтобы вернуть обратно, достаточно заново активировать профиль. Кроме предустановленных профилей, также в репозиториях можно найти и установить другие. Дефолтные профили лежат в директории UserLibTuneD. Здесь директории соответствуют названиям профилей. А внутри каждой директории есть свой файл TuneD.conf, где и находятся сами параметры. Сам файл состоит из нескольких секций. В секции Main мы видим описание профиля в опции Summary, а также опцию Include. Она указывает, что в данном профиле также используются настройки из Latency Performance. То есть можно не с нуля писать профиль, а взять готовый и приписать ему еще пару параметров. Следующие секции – это плагины. Дело в том, что различные настройки производительности можно прописывать в различных местах. Где-то нужно в загрузчике добавить, где-то нужно поменять параметры ядра через Cisco TL, где-то через другие файлы. TuneD профиль просто объединяет все это в одном месте. Кроме перечисленных, есть еще плагины для задания параметров процессора, диска, сети, сервисов, C-Linux, запуск криптов и тому подобное. Для примера посмотрим еще PowerSave профиль, так как там задействовано много плагинов. Так как параметры специфичны для плагинов, а они охватывают различные файлы и утилиты, нет какой-то единой документации, где бы показывались всевозможные опции и объяснения этих параметров. По примеру многих утилит, если дефолтные профили лежат в директории UserLip.tuneD, то свои кастомные можно создать в директории etc.tuneD. Нужно создать директорию с именем профиля, а внутри файл tuneD.conf. Но я этого делать не буду, нам пока нет смысла создавать свои профили. Кстати, TuneD можно настраивать и через графическое приложение, но для этого нужно доустановить пакет. Из этого приложения можно как управлять самим TuneD, так и настраивать кастомные профили. Ну и одна из интересных фишек TuneD – динамическая оптимизация. Все, что мы настраивали до этого, применяется и работает постоянно. Скажем, мы выбрали, чтобы производительность сети была высокой, а значит она всегда будет такой, независимо от того, есть в этом необходимость или нет. Однако TuneD умеет это делать динамически. То есть, допустим, когда вы запускаете компьютер, скорость диска должна быть высокой, чтобы перенести кучу данных в оперативку. Однако потом диску не нужна такая скорость, и при обычной работе данные пишутся и считываются относительно реже. Или, допустим, у вас сетевая карта на домашнем компьютере большую часть времени простаивает или используется очень слабо, скажем, для просмотра веб-страниц. И лишь изредка вам нужно скачать что-то большое. Вместо того, чтобы постоянно использовать вашу сетевую карту на максимум, почему бы не делать это только тогда, когда есть необходимость. Но, как мы уже разбирали, не все опции можно так легко переключать. Что-то можно изменить на лету, а что-то сработает только после перезагрузки. Динамическая оптимизация не касается всего. Ее можно настроить для определенных плагинов. И, в основном, она годится для рабочих станций, а не для серверов. По умолчанию она выключена. И, чтобы ее применить, надо в файле TuneD MainConf поменять значение параметра Dynamic Tuning на единичку. После чего рестартнуть Demon TuneD. Подведем итоги. Сегодня мы с вами разобрали Demon TuneD, который облегчает настройку производительности и позволяет централизованно хранить все необходимые параметры в одном файле. Стандартные профили позволяют вам очень просто улучшить производительность. А возможность создавать свои профили позволяет профессионалам упростить работу, создавая шаблоны для разного рода серверов.